Всем привет, дорогие друзья! Сегодня Xiaomi показала в Индии свои новые смартфоны. Они показали два смартфона, показали Note 5 и Note 5 Pro. Нас Note 5 не интересует, потому что Note 5 это тот же Redmi 5 Plus. Просто для Индии он будет называться не Redmi 5 Plus, а будет называться Note 5. Но вот Note 5 Pro это уже абсолютно новый смартфон, которого мы еще до этого не видели. И знаете, он мне очень понравился. Я считаю, что сейчас, в 2018 году, вообще, наверное, у людей отпадут вопросы, какой телефон покупать. Потому что все будут тупо брать вот этот Note 5 Pro. Потому что, посудите сами, здесь современный дизайн. 18 к 9 экран, экран Full HD Plus, то есть нормальное разрешение, нормальное качество экрана. У него две задних камеры, то есть вы можете делать фотки в портретном режиме. Причем камеры очень неплохие по качеству. Очень похоже, кстати, на iPhone X расположение камеры. Ну, скопировали, да, что уж тут говорить, понятное дело. Задние камеры на 12 мегапикселей плюс 5 мегапикселей. Фронтальная камера на 20 мегапикселей, причем она еще идет и со вспышкой. То есть представляете, какого качества будут фотки с фронтальной камеры. Причем они сделали какой-то новый там режим, который улучшает ваше лицо, то есть Face Beauty. И еще можно будет делать портретные фотки на фронтальную камеру. То есть можно будет делать фотки с эффектом размытия, с эффектом боке. Это впервые на телефонах Xiaomi. Очень интересно посмотреть, как это будет выглядеть. И причем они еще обещают, что с апдейтами добавят функцию разблокировки по глазам. То есть вы можете просто посмотреть на телефон, и он у вас разблокируется. Батарея здесь будет на 4000 мА. Далее это процессор. Процессор здесь новый, абсолютно новый. Нигде еще ни в одном телефоне в мире не было такого процессора. Это дебютный телефон на этом процессоре. Snapdragon 636. И в Antutu этот телефон набирает больше 100 тысяч баллов. То есть у него очень неплохой рост в сравнении с тем же Snapdragon 625. К сожалению, почему-то не стали ставить сюда USB Type-C, а установили USB-Micro-USB. Все так же, вверху традиционно остается инфракрасный порт, но разъем под наушники переезжает на нижний торец. Ничего, к сожалению, не было сказано про NFC. Скорее всего, NFC здесь нет. Ну и самое главное, это стоимость. Сейчас анонсировали два варианта. Это 4.64 и 6.64. Так вот, младшая версия будет стоить примерно 218 долларов. На рублях это примерно 12500. А старшая версия будет стоить 265 долларов или около 15000. Я думаю, что купить его можно будет где-то в начале марта. Уже на Алиэкспресс он должен появиться. Телефон показали для Индии, поэтому уже как бы сразу должна быть глобальная прошивка. И, конечно же, я его очень сильно жду. Я его обязательно себе куплю, как только он появится. И сделаю обзор. Ну и на этом, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.